Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. Развитие инфаркта и инсульта исключено. Уникальную операцию провели сегодня врачи краевого кардиоцентра. Преодолеть сотни километров ради высокой доброй цели. Благотворительный автопробег «Сердце Алтая» из Бурнаула в Турачак стартовал сегодня. Алтай продолжает серию домашних игр в турнире высшей хоккейной лиги. На этот раз соперниками подопечных Евгения Бакланова стали чебоксары. Анастасия Романова Операция на сердце будет выполнена без искусственного кровообращения в условиях работающего сердца. То есть сердце пациента остановлено не будет. И вот эти негативные влияния ИК искусственного кровообращения будут исключены для этого пациента. Больному очень выгодно, потому что в первую очередь устраняется стеноз в брахиоцефальной артерии. И в дальнейшем он получает возможность проведения операции на сердце. Без первой операции мы не можем выполнить вторую операцию, потому что это чревато инсультом, нарушением мозгового кровообращения. За три года хирурги алтайского кардиологического диспансера провели уже 50 подобных операций. Совершенствовали методику. Пока такой сложный вид хирургического вмешательства доступен только пациентам краевого кардиодиспансера. Даже если вы не первоклассный хирург, спасти хотя бы одну жизнь под силу каждому. Яркий пример – волонтеры фонда «Облака». Сегодня они отправились в благотворительный автопробег длиной в сотни километров. И все ради высокой цели – помочь нуждающимся в селе Турачак, Республике Алтай. В автопробеге участвуют шесть автомобилей. Это не только волонтеры, но и инициативные горожане. Органы социальной защиты Турачакского района заранее подготовили список того, в чем нуждаются многодетные и малоимущие семьи. В этих коробках – вещи, игрушки, книги и предметы первой необходимости, которые в течение месяца приносили неравнодушные барнаульцы. Кроме материальной помощи, малоимущим семьям окажут также юридическую и психологическую помощь, дадут консультации по социальным вопросам. Кроме того, в планах благотворительного фонда «Облака» провести большой образовательный тренинг для волонтеров и общественных организаций. Это будут походные, конечно, условия, не туристические, скажем так, настоящие походные условия. Мы ночуем в Ялю, будем ночевать в спальниках, на полу деревянном в клубе, потом мы в субботу рано утром выдвигаемся в Турачак. Там у нас идет подготовка, разбивка семей на несколько групп, потому что нас ожидает 60 человек вместе с детьми, это порядка 200 человек, которым мы везем помощь. Вечером из Турачака мы возвращаемся снова в Ялю, отдыхаем. В воскресенье утром мы выезжаем в Гурналтайск. Научиться водить автомобиль, изучить правила дорожного движения для водителей и пешеходов – теперь все это смогут сделать воспитанники Бурнаульской школы-интерната номер 6. Там появился уникальный автокласс. В нем побывала моя коллега Олеся Роженцова. Первоначально сложновато, но потом поехать. Десятиклассник Ростислав Гранкин только осваивает новую для себя технику. Это тренажер «Зорница». На нем можно отработать навыки вождения автомобиля. У машины множество режимов. Это разные города, погодные условия и время суток. Мы сейчас этап на автодроме проходим, потому что нам сперва, прежде чем в город ехать, нужно научиться трогать автомобиль с места правильно, потому что не всегда получается. В основном у новичков глохнет часто машина. Как компьютерная игра, только в более реальных условиях. Так говорят о новом оборудовании в школе. И даже если ребенок с инвалидностью в будущем не сможет получить права, навык вождения полезен детям с поражением опорно-двигательного аппарата. Особое внимание уделяет и безопасности пешеходов. Для этого в автоклассе есть несколько макетов города. Там можно смоделировать любую ситуацию на дороге. Зачастую любой здоровый и взрослый человек теряется в реалиях дорожного движения и той быстроты движения, которая происходит на дорогах. Ребенку с ограниченными возможностями здоровья нужно отработать навык поведения на дорогах до автоматизма. Это единственный подобный класс в Алтайском крае. Все оборудование адаптировано для детей с инвалидностью. Часть средств на него выделили в спонсоры. Всего проект автокласса стоил 3 миллиона рублей. Лучше они здесь будут где-то, может быть, нарушать в процессе обучения. Но выйдя на дорогу, тем более это дети, которым сложнее находиться на дороге, на улице, им будет в дальнейшем проще. Но чтобы закрепить знания, полученные в классе, в школе-интернате номер 6 появилась специальная площадка. Здесь установлены дорожные знаки, светофоры и 4 пешеходных перехода. Все для того, чтобы дети поняли, как правильно и, главное, безопасно вести себя в городе. Олеся Роженцова, Денис Кузьменко. Новости. Алтайский край продолжает принимать поздравления с 80-летием. На этот раз видеооткрытку отправил актер театра и кино Андрей Мерзликин. Всем жителям здоровья, счастья, процветания и как можно больше благодарить за то, что вам выпала такая возможность жить в этом удивительном, чудном краю. Алтайский край, как хорошо сказал про него Василий Макарыч Шукшин. Огромная мощь чудится мне там, на родине. Какая-то животворная сила, которой надо коснуться, чтобы обрести утраченный напор в крови. Ведь это та жизнеспособность, та стойкость духа, какой принесли туда наши предки. Живет там с людьми и поныне. Продолжаем выпуск. Выпускница Алтайского госуниверситета стала режиссером научно-популярного фильма «Соколы». Его премьерный показ уже состоялся в классическом вузе. Теперь фильм о соколином питомнике «Алтай-Фалькон» можно посмотреть в эфире нашего телеканала уже завтра в 12 часов. В 25-минутном фильме показан год работы питомника. Можно увидеть уникальные кадры разведения птиц, их любовные ухаживания, вылупления птенцов и их развитие. Заканчивается фильм выпуском взрослых птиц на природу. Автором идеи, режиссером, оператором и монтажером выступила выпускница биологического факультета Ирина Баева. Старт своей кинематографической карьеры она начала со съемок «Живой природы». А свой самый большой фильм о соколином питомнике она создавала в течение четырех лет. На съемки ушло полтора года, а все остальное время Ирина занималась поиском аппаратуры, написанием музыки и монтажом. Там начинается от вылупления птенчика и потом показано, как он растет, вот ему несколько дней, вот его подкладывают родителям, потом как его кольцуют в двухнедельном возрасте, как у него в четыре недели он покрывается перьями, то есть полностью до взрослой птицы. А когда он вырос, молодая птица, показано, во-первых, как можно тренировать птицу для соколиной охоты, если ее не для выпуска природы, а для соколиной охоты отставлять. И показано, как других молодых птиц выпускают природу. И немного о кино. Окунуться в атмосферу страны восходящего солнца можно, не выезжая за пределы Алтайского края. В Бурнауле проходит фестиваль японского кино. Посмотреть зарубежные фильмы можно абсолютно бесплатно. Открытие фестиваля состоится сегодня в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая в 17 часов. Почетным гостем фестиваля станет первый секретарь посольства Японии господин Тагагути Масонори. На экране покажут художественный фильм «Жена ГГГ». Также в рамках фестиваля можно посмотреть кинокартины «Электричка Хан Кью. Чудо за 15 минут». Всегда закаты на третьей улице, отель «Гебискус» и мультфильм «Коротышка Марука». Кинопоказы запланированы на три дня. Чтобы получить бесплатный билет, необходимо обратиться в кассу музея. Торопитесь, количество мест в зале ограничено. И к новостям спорта. Лучше бегать по траве, чем сидеть на ней. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Алтайскому краю провели футбольный турнир «Мы выбираем спорт». В нем участвовали пять команд. В составе каждой 11 человек. В них вошли учащиеся образовательных учреждений города Барнаула. Цель турнира – пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения и профилактика совершения правонарушений подростками. Первое место заняла команда Центрального района, второе – Ленинского, третье – Железнодорожного района. Участники соревнований говорят, что такие турниры – наглядный пример того, как хороша жизнь без наркотиков. Чтобы люди понимали, что это никому не надо. Чтобы занимались здоровым образом жизни, спортом. Он важен, мне кажется, для поддержки своего тела, здоровья и духа. Алтай продолжает серию домашних игр в турнире высшей хоккейной лиги. На этот раз соперниками подопечных Евгения Бакланова стали чебоксары. Как сложился для Алтая третий матч сезона – смотрите далее. К играм с чебоксарами Алтай подошел, имея в активе победу и поражение. У чебоксар же играми в Барнауле только стартовал сезон. И начали гостя с места в карьер. Уже на пятой минуте первую шайбу забросил Сергей Иванов. Под конец первого периода чебоксары увеличили преимущество до двух шайб. Но могли забросить и больше. Выручал голкипера Алтая Илья Кривич. Во втором периоде кошмар для Алтая продолжился. Шайбы Беркутова и Сезонова сделали счет разгромным. В итоге Илью Кривича сменил в воротах Александр Власов. На третий период наши хоккеисты смогли собраться и отквитали одну шайбу. Также они признают – прогресс по ходу игры наметился. На третий период вышли, получилось не пропустить. Реализовали наконец-то большинство. Это все перенесется, я думаю, на завтрашнюю игру. Думаю, завтра мы дадим им бой. Другая игра будет совсем. Владислав Кыриенко, Дмитрий Гладких, Александр Морозов. Новости. Добавлю, накануне Алтай провел повторную игру с чебоксарами и сумел реабилитироваться перед болельщиками. Наши хоккеисты одержали уверенную победу 4-2. И к другим темам. Жители края приглашают на главное конно-спортивное событие этого сезона – фестиваль «Золото Алтая». Ежегодно под своими флагами он собирает лучших представителей русистых пород от коневладельцев со всей Сибири. По словам организаторов, «Золото Алтая» – это уникальное сочетание российских традиций и конных состязаний, прекрасные возможности провести время всей семьей, приобщиться к культуре конного спорта и насладиться развлекательной программой. Зрителей ждут захватывающие заезды и скачки, и живой концерт. Розыгрыш – главный приз iPhone. Ну а самих наездников ждет приз Большой Белокурихинской дерби, участвовать в котором лошадь рысистой породы может только один раз в жизни. Кроме того, пройдет розыгрыш самого дорогостоящего приза Сибири – «Золото Алтая». Фестиваль пройдет в следующую субботу в 13 часов на ипподроме Алтай. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru. Оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!